В угоду личным представлениям о реальности, хозяин Кремля может нести любую чушь, лишь бы она не мешала интересам тех, кто находится с ним в сговоре. И даже если Путин будет выглядеть полным идиотом, большая часть народа РФ этого постарается не заметить. Ведь трудно признать, что в новейшей истории страны уже второй президент впал в полный маразм. У меня такой вопрос. Вы часто цитируете философов, историков, общественных и государственных деятелей, таких как Бердяев, Ключевский, Столыпин. Скажите, а каков корпус тех исторических материалов, к которым вы обращаетесь, для ответа на вопросы, которые стоят перед современной Россией? Долго говорить не нужно. Вы только... Если я сам над чем-то работаю перед тем, как что-то сказать или выступить где-то с какими-то вещами, то так же, как любой человек, я просто стараюсь вспомнить то, что мне казалось важным и интересным, когда я когда-то раньше что-то смотрел, читал, с чем-то знакомился. И просто через интернет, через книги стараюсь залезть туда и вспомнить, поточняя, что же там, вот тут конкретный автор что-то сказал по той или другой проблематике. Тут, когда забираешь что-то, смотришь, ну, освежаешь что-то в памяти. Ну, вот это, пожалуй, самое простое, самое востребованное. Это вот первое. А второе, если сталкиваешься с чем-то таким, а это очень часто бывает, что уже в той или иной форме было в прежние времена, ну, стараешься тоже посмотреть просто на то, как развивались события в тот момент времени, там, когда-то раньше, и какие были приняты решения, и к чему это привело. Вот если время есть этим заняться анализом, я так стараюсь поступить. А если нет, то, если всё приходится делать быстро, то, как в своё время говорили, руководствуясь со своим правосознанием и пониманием, что возможно и полезно для той или иной отрасли или для страны в целом именно в сегодняшней ситуации. Ну, во-первых, она очень большая. Это прекрасно, потому что, если бы она была маленькой, микроскопической, её бы никто не увидел. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ